здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто нас смотрит на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с советским и российским журналистом американистом михаилом таратута михаил анатольевич добрый вечер добрый вечер михаил анатольевич большое спасибо что вы нашли время для наших радиослушателей а поговорить сегодня с нами об америке об проблемах которые существуют и об взаимоотношениях америки и россии михаил анатольевич сегодня в америке президент джо байден у меня такой вопрос может быть немножко наивно но все-таки кто такой джо байден представитель истаблишмента или самостоятельный политик ну безусловно это политик старой школы политик который связан миллионами нитей с американским истеблишментом безусловно он его представляет но понятие истеблишмента немножко начинает меняться поскольку страна определенно сползает влево то влияние именно левых очень сильно чувствуется в политике байдена а вообще как вы считаете является ли он самостоятельной фигурой ну видите ли самостоятельной фигуры наверное один президент не может быть просто по но по факту системы политической системы америки он безусловно в любом случае должен считаться с другими игроками то если вы имеете ввиду как некоторые считают в россии и в америке что он в общем марионетка в чьих-то руках то я думаю что это не так он совсем не марионетка у него есть довольно большое влияние на ход вещей в соединенных штатах но он понятно не диктатор который может принимать любые решения он вынужден считаться с очень большим количеством и людей и обстоятельств михаил антонич вот в девяностых годах вы работали и жили в сша и именно через вас российские телезрители имели возможность видеть то что происходит в америке как живет в америке вот если бы сегодня вы жили в америке и скажем так вот я вам даю подачу такую и назвали свою передачу америка которую мы потеряли как бы вы это описали я писал бы наверное это таким образом что я уже начал говорить о том что страна сползает очень сильно влево что в больших городах появилась новая идеология которую в общем не больше напоминает даже религиозный культ я имею ввиду новую расовую теорию или теорию разного это прогрессистская теория которая в общем-то наследники марксизма родили эту теорию и на протяжении наверное двух может быть немного больше десятков лет эта теория преподавалась по существу индуктренировалась в американских университетах и есть некоторые подсчеты что примерно 250 тысяч выпускников ежедневно выходили с убеждениями навеянными вот этой прогрессистской новой расовой теории и сейчас она вошла но во многие сферы жизни практически собственно во все американские институты и это та теория которая противоречит но я думаю основным традиционным американским ценностям и мы это видим но ежедневно практически иногда доходит конечно до смешных вещей но вроде того же как диснейленд закрывает аттракцион белоснежка и семь гномов почему а потому что принц поцеловал белоснежку без предварительного ее согласия но это как бы конечно комичный в общем то момент но есть и очень серьезные моменты то чего даже близко не было вот в 90-е годы когда я работал в соединенных штатах люди стали бояться говорить это очень страшно потому что вот это вот эта новая идеология она не допускает инакомыслия и практически наказывает всех тех кто но поднимает какой-то голос против достаточно в соцсетях человеку который работает в какой-то большой корпорации в университете сми может сказать что-то против этой теории против ее постулатов ну например сказать что вот это движение black lives matters жизни черных имеет значение как с одним с женщиной полицейской двадцатилетним стажем вот не так давно это произошло случился она назвала их террористами и ее уволили но что это такое вот такого близко никогда не было люди перестали публично говорить просто боятся если их взгляды расходятся вот с этой идеологии поэтому в общем ситуация конечно на мой взгляд тяжелая и меня она очень огорчает потому что это совсем не та америка которую я знал и любил и которые я считаю но действительно достойно было уважение всегда поэтому в общем это очень огорчительные вещи ну что это такое когда белой белой расе надо каяться в том что они белые за грехи даже не своих предков потому что ну скажем русские уж точно черных рабов не имели там было крепостное право и то я не знаю много ли у нас осталось потомков тех которые даже имели крепостных но почему люди которые вообще никакого отношения к рабовладению не имеют они должны каяться в том какие они ужасные кошмар и вот это постулат зон так это идеолог прогрессистов о том что белая раса это раковая опухоль на теле цивилизации это стало в общем-то но нормальным посылом вот в этой новой идеологии в общем это очень грустная история и я просто очень надеюсь что это не будет продолжаться слишком долго уж очень она идет против каких-то ну базовых американских ценностей но понятно что все это происходит в основном голубых штатах на красные штаты намного меньше мере затронуты этим если вообще затронуты но и конечно в основном больших городах это все происходит но это все есть в общем-то это печально михаил аннатолич что должно произойти или что может быть надо делать чтобы вот это сползание влево прекратилась и америка вернулась на те рельсы на которых она стояла ну вообще-то говоря в америке всегда существовал самый мощный инструмент борьбы с подобными или с какими-то тяжелыми случаями это выбор и посмотрим что в двадцать втором году скажут избиратели что-то мне очень сильно подсказывает что если выборы будут проходить честно то очень многие очень многие даже те кто голосовали за демократов в ноябре прошлом скорее всего я думаю многие из них поменять свое мнение обиделся за республиканцев а михаил антальевич как вы вообще оценивается президентство дональда трампа вот в общем с первого и до последнего дня как вы это видите понимаете тут надо разделить две вещи его личность и его действия на посту президента как личность но мне он не симпатичен скажу правду как личность но я его считаю самым эффективным президентом но вот последних там не знаю но и на 20 30 лет то есть он ли я с моей точки зрения сделал очень много полезного для америки но правда и некоторый вред нанес тоже но полезного было гораздо больше и на мой взгляд его абсолютно мейнстрим медиа ошельмовал а просто отшельмовал вот так что нет я думаю что он был неплохим совсем неплохим президента ну достаточно сказать только об экономике которую он поднял но на какую высоту если мне пандемия конечно я думаю демократов шансов просто не достаточно сказать в общем том что на том что он навел конечно же порядок на границе пускай не полный пускай но 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 это не сравнить с тем что происходит сегодня он провел успешную судебную реформу но много чего он сделал на самом деле это можно перечислять еще довольно долго поэтому мне кажется что да он был очень эффективным президентом михаил анатольевич если говорить о республиканской партии как вы видите ее а сегодняшнее положение плюсы и минусы но на самом деле это уже не республиканская партия партия бывшего президента дональда трампа по моему ни один серьезный вопрос сейчас не может решиться без его участия он будет оказывать влияние на выбор кандидатов которые займут места в двадцать втором году в конгрессе в нижней и верхней палате и на местных выборах очень многих его влияние чрезвычайно сильно и это но и хорошо и плохо для республиканской партии я думаю что может быть делал в общем что его электорат абсолютно лоялен но на сто процентов лоялен и любые любые политики с этим должны считаться если кто-то пойдет против трампа у него шансов выйти на праймерис у него просто не будет и этот политики все понимают с другой стороны очень многие независимые голосовали за байдена не потому что им нравится байден не потому что уж очень симпатично была программа демократов они голосовали против трампа против личности а я уже сказал что его личность очень неоднозначна и для очень многих она просто неприемлема именно как личность и поэтому если представить себе что можно было бы найти другого то есть со всеми как бы способностями трампа но человек как другую личность то при честных выборах победа республиканцев было бы определен особенно свете его той политики которую сейчас проводят байден михаил антонич смотрите а вы считаете что в двадцать втором году республиканцы все-таки при честных выборах могут вернуть себе большинство но сегодня как насколько вы знаете про значит проводится законы мешающие этому например хотят расширить верховный суд да по моему 12 человек чтобы туда значит трех левых судей вас пусть или не черное число там ну я могу ошибаться 11 значит да но во всяком случае они хотят увеличить чтобы значит превосходство левых было верховном суде ощутимо плюс они хотят к что округ колумбия превратить штат что естественно даст дополнительные голоса в конгрессе опять же демократам и идут разговоры о том чтобы конкретно присоединить пуэрто-рико естественно с населением абсолютно лояльным демократам вы считаете что есть возможность у республиканцев как-то повлиять на это в двадцать втором году но вы смотрите я сомневаюсь что все пока это же все разговоры до принятые законопроекта на уровне палаты представителей но очень маленькая вероятность что они пройдут на уровне сената даже при том что республиканцы в общем-то но на одного человека на один голос имеют меньше с учетом харис но дело-то ведь в том что пока существует филибастер это единственное оружие оружие которое осталось республиканцев эти конечно не пройдут законопроекты особе особенно у голосования я думаю что республиканцы костьми лягут и если у меня предположение что по пара сенаторов демократов тоже будет против этих законов голосовать вот но в принципе пока еще есть у республиканцев такое оружие как филибастер не знаю не думаю что удастся его отменить что не хватит голосов у демократов это сделать вот так что но не так пока все опасно но не не так печально пока шансы есть но то что хотят сделать конечно демократов совсем если представить на секунду что все это получится что суд станет демократическим там будут демократы превалировать что прибавится два новых штата и соответственно увеличится голоса и в сенате и в конгрессе и самое главное появится возможно дополнительные какие-то голоса в этих самых выборщиков если представить что пройдет реформа которая агнистия которое даст гражданство 11 миллионам нелегалов на самом деле возможно больше в два раза по подсчетам и майте университета и ельского университета то тогда в общем да ситуация будет однопартийная система как советском союзе когда-то поэтому в общем ушала что это это будет печальная история для америки ну это просто уже будет другая страна михаил анатольевич да но я не думаю что все таки до этого дойдет на самом деле михаил анатольевич ваше мнение очень интересно ваше мнение по поводу камалы харрис как а кандидата в президенты от демократов в 2024 году и есть не у республиканцев интересные политики которые могли бы баллотироваться на пост президента тоже естественно в 2024 году кого вы видите сегодня ну что касается камалы харрис у меня большие сомнения потому что на праймерис она получила там несколько процентов голосов вообще ее популярность но совсем невелика и едва ли демократы рискнут поставить ее она может оказаться очень даже проигрышным вариантом это не байден упаян байден имел свои плюсы вот что касается республиканцев но но может быть губернатор флориды десантис может быть в общем яркая фигура такая восходящая звезда если но это пятки кстати говоря вот я думаю вас нам будет зависеть от трампа если трамп решит сам баллотироваться ему ничто не помешает но если он откажется по каким-то причинам то возможно десантис мог бы быть но такой яркой фигурой который мог бы но мог бы побороться за президентский пост мне кажется михаил анатольевич давайте представим что кто-то из кандидатов вас взял к себе в советники на предвыборный период каких три главных совета вы бы дали это кандидат но как видите вот например вы посмотрите этот вопрос не но хорошо со стороны со стороны три совета которые вы бы дали бы кандидату от республиканцев на чем он должен сконцентрироваться я думаю что конечно прежде всего на экономике экономика всегда была решающим аспектом в американских выборах это номер один вопрос очень важно поскольку очень сильная вот это вот зараза новая расовая теория сильно республиканцы должны этому что-то противопоставить что-то очень очевидное что-то очень понятное всем и я думаю что если они это сумеют сделать то ведь на самом деле мы знаем что выборы решают независимые избиратели те которые не республиканцы и не демократы и я думаю что многие независимые потянулись бы к республиканцам а что касается третьего вопроса но республиканцы вообще-то считают что граница это один из самых важных вопросов которые надо решать но может быть потому что вот в это если выборы были бы завтра то это было бы тема но я не уверен что эта тема проживет до двадцать четвертого года и будет актуальны тогда ну вот что то так наверное но и честно говоря я наверное плохой советники богу я не поэтому михаил анатольевич а в администрации байдена на ваш взгляд а кто вам симпатичен в плане профессионализма и пару слов о тони блинки не если можно но я не знаю я не вижу я не настолько знаю администрацию байдена чтобы кого-то там сильно полюбить что касается блинки на меня он конечно очень сильно удивил и можно даже сказать и разочаровал после встречи с китайцами на аляске так подставиться так непрофессионально себя вести это конечно меня очень сильно удивило то есть он он но вот он я уверен что это была задумана идея нападать на на китайцев для того чтобы обеспечить себе лучшие переговорные позиции это я думаю что вот как бы логика такая была но опытный политик просчитал бы абсолютно точно что не америке сейчас нападать по линии прав человека после вообще всех историй которые сейчас в америке происходит вот но китайцы тоже не удивлюсь если они что это у них была домашняя заготовка что они ожидали чего-то похожего от блинкета потому что в одно касание же возразили ему китайцы что слушайте о чем вы говорите какое как что-то монама гонконге говорите когда ваш президент и вы сами говорите что у вас системный расизм то есть они очень тонко ему ответили конечно их же их же картами но так просчитаться опытный дипломат не должен был поэтому ну не знаю посмотрим пока еще на самом деле мало вот это я считаю его очень крупная была ошибка и очень большой провал посмотрим что будет дальше на самом деле прошло очень мало времени для того чтобы выносить какой-то вердикт посмотрим до конца непонятная расстановка сил в администрации байдена особенно в отношениях с россии кстати говоря ясно совершенно что там какие-то противоположные течения существует но у неких ястребов которые вообще отрицают вообще любой возможность говорить с россией россия это империя зла ничего хорошего от путина ждать нельзя и поэтому вообще не надо разговаривать надо давить давить и давить но там я чувствую есть и другие люди которые может быть тоже считают россию противником тоже считая что россию надо сдерживать но при этом они все таки полагают что с россией надо вести разговоры чтобы решать какие-то серьезные мировые вопросы то есть просто без россии не получится кстати говоря средних виктория нуланд которая у нас в россии очень не любят но на самом деле она как раз как я понимаю относится вот к той категории которая считает что с россией надо все равно вести диалог и возможно вот эта идея сейчас возобладала но в свете встречи предстоящих байдена и путина при том что инициатива ведь было от байдена вот такое вот желание встретиться и обговорить так что посмотрим что будет очень очень трудно сейчас слишком мало времени прошло то есть намечаются какие-то контуры но пока только контуры но не все не вся фигура политическая михаил антончик мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся пожалуйста не отключайтесь очень интересно мы продолжим мы возвращаемся в программу политинформании радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард брумер и геннадий мы продолжаем беседу советским российским журналистом международником американистом михаилом таратуты михаил анатольевич михаил антонич вот мы начали говорить об отношениях сша и россии вы упомянули сейчас о том что готовится встреча между владимиром путиным и джо байденом у меня как бы два таких коротких вопроса важно ли кто первый захотел этой встречи протянул руку позвонил и а кому эта встреча более важна байдену или путину или может быть это такое обоюдное желание выгода обоюдная выгода но на мой взгляд это не так важно кто кому позвонил это не принципиально мне кажется это для пиара может быть что-то где-то у нас любят говорить в россии кто первый позвонил по чей инициативе стану вот но на самом деле мне кажется это не принципиально принципиально конечно другое наверное не случайно в госдепартаменте целый ряд помощников госсекретаря это люди которые много лет занимались вопросами разоружения вопросами стратегической стабильности я думаю это не случайно очень похоже на то что разговор между байденом и путиным пойдет он именно в первую очередь а стратегической стабильности первую очередь тут интересно вот можно гадать конечно я у меня нет никаких сведений достоверности такой версии но вполне возможно что в администрации байдена поняли такую вещь что очень плохая идея продолжать поднимать эскалацию до предела до самой высокой точки эскалацию отношений конфликтную вот эту ситуацию и тем самым толкать россию на близкие отношения с китаем потому что воевать но я имею ввиду не обязательно воевать прямом смысле а там торговая война политическая война информационная на два фронта наверное у сотни лошад просто не не хватит ресурсов и возможно есть так и такая идея что попытаться но несколько переориентировать россию но на какое-то сотрудничество с америкой имею ввиду чтобы не допустить слишком тесного сотрудничества россии с китаем возможно с этим связано если говорить об этом то тогда безусловно это в интересах соединенных штатов со стороны россии но мне кажется что россия в общем всегда хотела бы иметь более приличные отношения с америкой но конкретно говорить ну хотя бы это даже вопрос санкций что в общем для россии довольно чувствительно хотя у нас не любят признавать что санкции наносит ущерб но на самом деле конечно они какой-то ущерб наносит но не настолько сильны чтобы россия изменила свой курс просто это мешает россии но курса она не не изменит и в этом смысле они на мой взгляд абсолютно бессмысленные санкции вот с этой точки зрения вот кроме того мне кажется что это отвечало бы настроением россиян в большой мере улучшение отношения с америкой потому что в общем то но наверное вы же знаете в россии какой-то такой двойственное всегда отношение было к этой стране сама страна занимать какой-то несуразно большое место в общественном сознании в россии вот но и чувства по отношению к америке они интерес симпатия нелюбовь да все вместе и в разные периоды вот то ли иное чувство выходит на первый план но в целом вот у меня такое чувство что очень многие люди приветствовали бы смягчение вот это напряженности которая возникла между нашими странами а михаил антонич и в связи с международными отношениями естественно интересна фигура министра иностранных дел сергея лаврова последнее время этот достаточно интеллектуальный американист любитель виски и мальборо делает очень странные как многим кажется заявление как вы считаете сергей лавров искренен в своих вот таких вот антиамериканских и даже анти европейских заявлениях но я думаю что в большой мере да большой мере да потому что в общем то на россию россия абсолютно демонизирована что в америке что в европе всех абсолютно собак вешают на россию я не хочу сказать что россия белая пушистая но произошла демонизация что вот последние там пять лет происходит россия стала инструментом борьбы с трампом и поскольку трамп вроде бы симпатизировал путину вроде бы хотел наладить отношения с россией все средства массовой информации были брошены на то чтобы доказать что россия это чудовищная страна и только чудовищный президент готов с этой страной иметь какие-то дела и вообще симпатизировать самую чудовищному диктатора на свете путина но то есть преувеличена вот действительно какие-то может быть и негативные там шаги которые были страны россии но они преувеличены но в кратном размере кратно и вот у меня даже такое впечатление что вот эти заявления антироссийские которые мы слышали от администрации прежде всего от байдена они связаны еще может быть просто на даже на подсознательном уровне борьбы с наследием трампа вот у меня такое чувство складывается вот так что лавров я думаю что вполне искренне говорит поскольку но в общем вот эта история с чехи но настолько она ну сманипулирована эта история но слушайте но действительно смешно 7 лет они не расследовали ничего не могли и вдруг вот как-то все везде одновременно возникает вот все россия 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 7 лет там взрывы на этих складах произошли мы опять-таки не знаем никаких же доказательств нет что это та версия что это русские там башниров и петров эти два несчастных которые же просто стали посмешищем но в россии во всяком случае миллион уже анекдот про них ходит вот ну и это конечно раздражает безусловно и кремль раздражает и лаврова это раздражает вот такого рода вещи они происходят постоянно и нашего заклятые друзья в лице польши украины прибалтики они все время вот вот это вот разжигает вот вот эту всю истерию вот но в общем кстати говоря баррель но министр иностранных дел евросоюза в общем он дал понять что ребята мы доводить вообще конфликт из-за ваших там претензий с россией не будем доводить конфликт до горячей точки так что успокойтесь вот в общем это это просто я думаю что кремль очень раздражен и поэтому очень нервно стало реагировать на такие вещи и в европе поняли что вообще-то говоря но не надо дразнить тигра потому что ну неизвестно чем это кончится михаил антальевич продолжение первого вопроса хотел задать вот какой не безызвестно вам я думаю бывший посол в южной корее георгий кунадзе когда его спросили о представителе мидом марии захаровой очень резко отозвался о ней и был просто как дипломат удивлен что вот эта женщина озвучивает идеи мида вот вы как журналист человек работающий со словом и в телевизоре и на страницах как вы вообще оцениваете ее лексику вот то как она говорит как она общается с нашел вам сказать это точно не мой стиль я я так не общаюсь ни с какими оппонентами поэтому для меня это очень чужой стиль я не уверен что это очень хороший стиль для представителя мида я в этом совсем не уверен но я не берусь в эти вещи влезать поскольку как вы знаете я россии российскими делами практически не занимаюсь то есть вообще никак не занимаюсь я пишу и изучаю именно соединенные штаты именно это как бы тема но моя профессиональная профессионального интереса вообще моя профессия михаил антонич говоря об отношениях китая и сша дональд трамп вел довольно успешную в кавычках возьмем войну торговую с китаем на сегодняшний день как вот это вот война она в каком состоянии находится она затухла она ведется или как бы это передислокация войск нет она конечно ведется вне всякого сомнения и информационная война и проводятся геополитические демарши в южно-китайском море со стороны соединенных штатов там америка показывают показывает все таки кто здесь хозяин а китайцы отстаивают свою позицию и показывают как они считают кто здесь хозяин вообще очень опасна эта ситуация в южно-китайском море торговые переговоры идут очень вяло на мое понимание во всем случае я прорыв никаких не вижу и в общем те достижения которые были при трампе они в общем фактически и остались но не более того вот мы посмотрим на 5 таки все таки очень мало времени прошло но сколько там с момента инаугурации четыре месяца по моему даже не четырех месяцев три с половиной месяца но ни о чем михаил антонич но скорее всего мы можем говорить о вашем отношении к американским средствам массовой информации как вы их сегодня видите не секрет что у вас достаточно критическое отношение к ним а как сегодня вам видится все что происходит вот в сфере средств массовой информации давайте начнем с того что для меня образцом были американские средства информации 20 25 лет назад 30 лет назад я учился вообще можно сказать у своих коллег американских потому что я же приехал в америку как радио журналисты там силу обстоятельств меня переквалифицировали на телевизионного журналиста и в общем я учился у мере своих американских коллег у телевизионной журналистики и безмерно уважал их работу и восхищался их работой но не сегодня к сожалению поляризация которая в обществе происходит и в политике она затронула и средства массовой информации обе партии разошлись от центров очень далеко вправо и влево и средства массовой информации последовали за ними потому что 100 было раньше до всегда было некоторое разделение но одни средства массовой информации симпатизировали демократам другие республиканцам но они были очень близки к центру и поэтому соблюдалась очень какая-то в общем объективность но произошло очень много событий и но главный из них это общественно политический раскол который вот мы наблюдаем в соединенных штатах поэтому газеты которые и телевидение которое двинулось вот вслед за вот этими своими политическими ядрами превратились фактически в партийные листки в рупор политических вот идей своей партии и поэтому ни о какой объективности сегодня говорить просто не приходится для меня это кстати тоже очень все печально потому что вот понимаете когда вот твой учитель можно сказать превращается в рук ледь это очень обидно да остались все приемы чисто технические но существо работы журналиста умирает просто это но очень печально это мне это очень печально видеть вот такое разложение профессиональной идеи а михаил анатольевич вот возвращаясь во внутреннюю политику сша насколько политические события вот это вот все что в америке происходит может влиять на экономику какие как вы вообще видите перспективу экономическую перспективу сша ну может быть на ближайший даже год не будем уходить слишком далеко смотрите апрельские показатели новых рабочих мест ошеломительных предполагалось ожидали что будет миллион появилось только 260 тысяч четыре раза меньше это фантастический провал но там на видимый ряд причин но как я понимаю главная причина состоит в том что вот это деньги которые раздавал байден в своем первом пакете помощи кобильные они демотивировали людей идти на работу как раз а вчера говорил с приятелем из теннесси он говорит ну когда сижу я в кафе там в чатануге и разговорились мы с хозяином кафе и он говорит кошмар не могу найти людей них и люди не хотят идти на работу но отчего действительно идти когда пособие которое они получают такой же а то и выше чем я им в состоянии заплатить эта проблема и это вот как раз я думаю главный результат почему рабочие места не увеличивается другая история другая причина но вот смотрите мы но не мы соединенные штаты ожидает повышение налогов и они коснутся корпорации в первую очередь в первую очередь в первую очередь корпорации они коснутся и инвесторы сейчас думают а как надо вкладывать надо ли создавать новые рабочие места тратить на это вот сейчас средства если будут налоги удастся ли это все отбить и так далее это тоже еще одна из причин почему не создаются новые рабочие места или другой вопрос возьмем повышение минималки минимальной оплаты труда но слушайте да я понимаю что где-нибудь больших городах типа нью-йорка бостона наверное я думаю чикаго 15 долларов в час это в общем уже обычная история но на среднем западе в глубинной америке не в состоянии мелкий бизнес оплачивать вот 15 долларов в час для них это означает закрытие бизнеса разорение и все это не будет способствовать экономике что касается идеи зеленой энергетики вернее так но смотрите вроде бы очень хорошая идея обновление инфраструктуры выделение больших средств и так далее но мы же знаем что вот из этого пакета который там по моему 2 чем-то триллиона на инфраструктуру на дороге аэропорты на все пойдет всего лишь девять или десять процентов я вот не помню точно где-то такой по моему порядок остальное пойдет на что угодно включая прежде всего на зеленую энергетику и очень большой вопрос насколько она будет экономически эффективно но денег будет угрох на огромное количество вырастет госдолг но до каких-то безумных размеров за которых потом вот следующее поколение будет расплачиваться инфляция очень большой но не знаю я не экономиста конечно как тот но это первое впечатление вот общий вот что 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 происходит но дай бог чтобы байдена кстати говоря это получилось просто потому что это отразится на жизни миллионов людей я ни в коем случае в этом плане не желаю провала байдена просто из-за того что я не желаю плохой жизни американцы вот но у меня большие сомнения что это правильная программа у меня просто сомнений но я не экономист я не беру на себя смело что-то категорически утверждать михаил антарич считаете ли вы что существует риск распада сша на по красно-голубому принципу как это было сто шестьдесят лет назад если такая проблема нет нет говорить будут много на эту тему но нет но смотрите что происходит но вы же знаете что калифорния нью-йорк и ренойс ваш штат теряет людей люди уезжают тем самым теряются места в конгрессе у этих штатов люди переезжают друг другу бегут просто из этих городов там просто массовый массовый побег техас во флориду и так далее и я думаю что будет демографическое какое-то переливание но в конституции сша насколько мне известно не предусмотрен процесс выхода из союза поэтому я не думаю что это будет допущено и и что вообще до этого дойдет я вот крайне сомневаюсь по вероятность стремится к нулю михаил анатольевич уже время немножко подходит поэтому такие как бы короткие вопросы в двадцать четвертом году дональду трамп будет 78 лет на ваш взгляд если он вдруг объявит о своем желании баллотироваться президента если у него шанс выиграть выборы хотя бы минимальный шанс да я считаю у него шансы есть его энергетика вот то что мы видели пока он был в публичном пространстве она бьет просто через края его энергетика очень похоже на то что за предстоящие четыре года даже меньше он сохранит ее и поэтому мне кажется что чисто физическом и интеллектуальном состоянии он вполне может баллотироваться шансы как таковые да я думаю есть и это в большой мере за будет зависеть еще от тех ошибок которые совершит администрация бейдена михаил а как вы видите судьбу его детей ну например иванки трамп и джеррида кушнера достаточно интересного человека но я думаю что иванка хотя у него видимо есть какие-то политические амбиции но не думаю что она проявит их вот сейчас если проявит вообще а так у них всегда есть возможность заниматься тем чем они занимались всегда бизнесом и делать деньги они это умеют очень хорошо делать кушнир действительно очень интересная фигура но кто знает может быть даже если не трампа кто-то другой будет республиканский президент вполне возможно что могут пригласить на роль но какого-то советника не обязательно по национальной безопасности но какого-то вот другого советника может по экономике вполне может быть михаил анатольевич время очень быстро пробежала огромное вам спасибо за это интервью а здоровья вам и всего самого лучшего и мы бы хотели с вами еще раз встретить наши вопросов много а времени к сожалению как всегда мало еще раз вам очень благодарны от всех наших радиослушателей и от нашей редакции спасибо до следующего всего доброго всего хорошего спасибо